МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, ассортоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. 25 лет мира и согласия. Ельбасе дал оценку деятельности Ассамблеи народов Казахстана. Обман не пройдет. Почти на 2,5 миллиона тенге оштрафованы предприниматели Алматинской области в результате выявленных нарушений. Максимум прибыли. Животноводы ЖТСУ улучшают маточное поголовье скота, используя государственную программу. Под единым шанраком к высоким целям. В этом году Ассамблея народа Казахстана отмечает 25-летие с момента образования. За годы независимости страна показала себя на международной арене, как единый сплоченный организм, где нет места национальным розням. Царство мира и согласия достигнуто во многом благодаря Ассамблее. Сегодня в столице состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Несомненно, казахстанский образец общественного согласия и общенационального единства получил международное признание как модель Нурсултана Назарбаева. Открывая заседание, первый президент Казахстана подчеркнул, что государственный язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором и еще более укрепить единство народа нашей страны. Ильбаса подробно остановился на основных задачах по укреплению общественного согласия и единства, отметив уже достигнутые успехи. Мы приняли законы, согласны которым любые действия, нарушающие межэтнические, бесконференциональные согласия, являются неконституционными. И этим самым мы защищаем права всех граждан. Политика Казахстана в этой сфере отвечает всем принятым международным стандартам. Такие организации, как ООН, ОБСЕ, неизменно дают высокие оценки нашей модели межэтнических отношений и усилием по укреплению единства наций ставят нашу работу в пример другим. В ходе заседания совета были представлены новые заместители председателя АНК. Ими стали директор телеканала «Казах-ТВ» Майя Бекбаева и председатель Уйгурского культурного центра Алматинской области Сакиржан Кузеев. Мой личный долг перед казахским народом – это долг и обязанность гражданина отдать силы для процветания нашей Родины. Уважаемые Ельбасы, благодаря созданным вами условиям я за 20 лет прошел от столера-станочника до руководителя группы компании «Универсал». Наш жаркенский крахмалоплачный завод – единственный в Центральной Азии в Казахстане. За счет глубокой переработки кукурузы мы производим более 29 видов продукции, из которых 65% экспортируем в страны Центральной Азии и Европы. Эти задачи решает малый и средний бизнес. А он – фундамент стабильности, основа единства. На сегодня в Казахстане проживает более 100 этносов. Треть населения страны – это представители различных национальностей. Их вклад в достижение Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот потенциал, отметил Ельбасы. «Немалая роль и активной молодежи, уважение друг к другу и призыв к патриотизму – вот что важно в нынешнее время», – отметил Владимир Чепель. Главный специалист аппарата Акима села Капалах Сузского района отличается высокой гражданской позицией и в 2019 году получил премию Кошпашэ как лучший молодой государственный служащий. Султан Абишевич, как Вы сказали о дорожном строительстве, дорога признается тогда, когда доходит до моего дома. И я рад сообщить, что у нас скопали все Ваши поручения, полностью выполнены. В нашем селе практически заново постелили асфальт на 9 улицах на 630 миллионов тенге, а средняя школа получила новую спортплощадку на 8 миллионов тенге. И за это Вам огромная благодарность от моих односельчан. Сегодня сельчане всего Казахстана с огромной надеждой смотрят на Ваш проект «Аул Ембисыга». Это почти 8 миллионов граждан и более 6 тысяч сел. Этот проект позволит поднять социально-экономический уровень жизни села. Молодежь получит новый мотив, чтобы остаться жить в селе, колыбели казахских ценностей и языка. Мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это принципиальная позиция в сфере межэтнических отношений, и она не поменяется, подытожили собравшиеся. Аким область Амандык Баталов отметил, что край ЖТСУ и дальше будет придерживаться курса Ельбасы и главы государства. Единство и мир – общие интересы. Сохранение межэтнического и межнационального согласия. Эти вопросы стали предметом обсуждения на встрече членов полицовета областной партии Нур-Отан и представителей этнокультурных центров с учащимися высших и средних учебных заведений Талдыкургана. Из-за карантинных мер общение сторон состоялось в режиме онлайн. Единство народов Казахстана играет важную роль в развитии общественного согласия. В нашей стране проживает более ста народов. К тому же в этом году Ассамблея народа Казахстана исполняется 25 лет со дня ее создания. Под руководством Нурсултана Назарбаева казахстанцы создали гармоничное общество и демократическое государство с развитой экономикой. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и межнационального согласия. Подытожили встречу участники видеоконференции. Мы должны быть дружными и едиными. Даже в Конституции прописано, что у нас у всех есть одинаковые права. Мы сегодня должны ценить то, что имеем. Главное, это, конечно, наша дружба и единство. Почти на 2,5 миллиона тенге с мая текущего года оштрафовали владельцев торговых точек Алматинской области. За невыдачу чека при продаже товара только в Талдыкургане привлечены к ответственности 22 предпринимателя. Такую неутешительную статистику приводят сотрудники Комитета госдоходов. По их словам, продажа товара наличными средствами без предоставления квитанции – главная причина процветания теневой экономики. К тому же расчеты без применения контрольно-кассовых машин незаконны с января прошлого года. В борьбе с этим налоговой службой создано приложение Вайпон, позволяющее выявить продавцов-нарушителей. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой невыдачи чеков при покупке, могут записать видеодоказательства. С обязательным указанием дислокации. В результате с начала года камеральный контроль помог выявить свыше 6 миллиардов тенге с нерадивых коммерсантов. Требовать лицо, не выбивший фискальный чек, будет привлечен незамедлительно к административной ответственности. На сегодняшний день, с момента начала пилота, к нам поступило 1145 обращений и по 683 были приняты меры административного характера. Защищать родину. Почти 80% призывников по результатам медкомиссии признаны готовыми для прохождения воинской службы. Отдать долг стране этой осенью в Алматинской области призвано более 900 новобранцев. В ряды армии страны принимаются только здоровые физически и психически. Группа новобранцев проходит тщательный медосмотр и психотест, прежде чем их допустят до воинской службы. После успешной сдачи всех нормативов они получают военную форму, отправляются отдавать долг родине и надолго прощаются с жизнью на гражданке. По состоянию на 10 ноября 2020 года Департамент по делам обороны Алматинской области осенью 2020 года на срочную воинскую службу призвано более 900 человек. В соответствии с нарядом комплектования проводят 17 городских и районных отделов по делам обороны Алматинской области. В 2020 году из числа призывников, прошедшие медицинское освидетельствование, негодное прохождение воинской службы признано порядке 20%. Эта команда будущих солдат отправляется в десантно-штурмовые войска, элиту вооруженных сил страны. Новобранцы испытывают гордость оказаться достойными такой чести. Никто, кроме нас. Таков девиз десантно-штурмовых войск. В скором будущем он станет девизом и для наших новобранцев. Я токарь-виктор из города Талагурган. Пришел в армию по собственному желанию. Тем более я выбрал направление десантуры в городе Нур-Султан, потому что это одна из самых сильных школ и закалки для меня. Нести воинскую службу новобранцы отправятся в столицу. После принятия присяги они пополнят ряды вооруженных сил Казахстана. Рустам Аралбаев, Нуржан Муканов, телеканал ЖИЦУ. Рак – не приговор. Врачи областной многопрофильной клиники бьют тревогу. Жители региона с положительным онкотестом не спешат за квалифицированной медицинской помощью. В данной ситуации потерянное время имеет судьбоносное значение. С некоторых пор пациентом областной многопрофильной клиники стал 40-летний житель села Капал Аксусского района Еркеш-Нуракын. Главной своей ошибкой он считает несвоевременное обращение к врачам. К тому же в первые дни болезни он привек к самолечению, что и без того ухудшило его самочувствие. Сейчас Еркеш проходит третий курс химиотерапии. При этом отмечает значительное улучшение самочувствия. Ранее он получал сильные обезболивающие препараты, сейчас уже обходится без них. А в скором времени мужчины мечтают вернуться к обыденной жизни. Ведь рак не приговор, считает он. И всё благодаря вере в лечение, врачей и в себя. В многопрофильную клинику я попал лишь в августе месяце этого года после обследования. Первые признаки болезни у меня проявились ещё весной. Но к врачам я тогда не обратился, а занялся самолечением, о чём сейчас жалею. Сейчас я получаю уже третий курс химиотерапии. Мой диагноз – рак лёгких четвёртой степени. Свою болезнь я связываю с многолетним курением. Я хочу обратиться к тем, кто уже заболел, но боится идти в онкологию. Не тяните время, ведь порой каждая минута решает вашу судьбу. За год у нас 49 пациентов пролечились с четвёртой стадии. Из них 80% отмечается положительная динамика, то есть улучшение состояния. Многие люди, даже заподозрив онкологический процесс, они самостоятельно не хотят обращаться к врачам из-за страха. Из-за этого они теряют драгоценное время, ходят. В основном они лечатся народными средствами, ходят к народным целителям. И вот этот золотой момент упускается и приходят уже в запущенном стадиях, когда уже заболевание распространяется по всему организму, даёт депозиты уже в другие органы. Вот тогда только они уже осознают это и обращаются к врачам. Многопрофильная клиника рассчитана на 170 койко-мест. В ней есть несколько отделений – хирургическое, мамогинекологическое, химиотерапевтическое, радиологическое, а также дневное отделение. С января текущего года в его стенах пролечилось свыше 1700 пациентов. По мнению врачей медучреждения, многие граждане, узнав диагноз, не торопятся за помощью. Рак – не приговор, не надо бояться, не надо терять время на самолечение и уж тем более прибегать к помощи знахарей. Эта болезнь сейчас излечивается при своевременном обращении за квалифицированной медицинской помощью. Нужно ответственно относиться к своему здоровью, не злоупотреблять вредными привычками. Вовремя проходить обследование и скрининг. Медицина не стоит на месте, говорят сотрудники многопрофильной клиники. Наряду с новейшей аппаратурой при лечении онкологических заболеваний применяются и новые методики. К тому же у современных лекарственных препаратов значительно меньше побочных эффектов. Но и это не главное. Своевременное обследование, ответственное отношение к собственному здоровью помогут не только избежать запущенной формы заболевания, но и спасти вашу жизнь. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Государственный проект СБАГА помогает животноводам области увеличивать и улучшать маточное поголовье скота. Так, главой крестьянского хозяйства из Сарканского района было принято решение расширяться в сторону эффективного мясного животноводства. Для этого фермер выбрал, на его взгляд, отличный трамплин – кредитование по программе СБАГА. С тех пор поголовье скота увеличилось в три раза. Сейчас предприниматель занимается заготовкой качественного мяса. Племенной скот удовольствие не из дешевых, а потому чаще всего сельский житель покупает беспородный скот. Растит его, получает минимум прибыли и разочаровывается в животноводстве, как в бизнесе. Хайрат Иргалиев учился на чужих ошибках и поэтому начал свое животноводческое дело сразу с покупки племенного скота. Благо помогла программа СБАГА, по которой он закупил коров породы казахская белоголовая. Сегодня часть из них уже стоит на откормочной площадке. С 2019 года мы построили вот эту откормочную площадку на 150 голов. И планируем дальше, с 2022 года, открыть МТФ, дойный цех «Плюс». Поэтому мы взяли с Акимата инвестпроектор, 2000 гектаров земли нам дал. И в будущем я хочу всю голову на 3000, чтобы голову поднять все это местное направление. Сейчас основная часть поголовья находится на отгонном участке, полученном по инвестпроекту. В будущем Хайрат Иргалиев планирует там построить все необходимое для животноводства. Стоило, убойный цех, жилье для скотников. Параллельно глава хозяйства разводит лошадей и овец. Пока, правда, немного. Всего около 300 голов. В целом, отрасль животноводства в районе развивается динамично. Особое внимание уделяется заготовке качественного мяса. По Сарканскому району есть 11 откормочных площадок. На сегодня откормлено 2000 голов крупнорогатого скота. Планируется строительство еще ряда таких площадок. К примеру, хозяйство Житсубив планирует построить три откормочные площадки на 10 тысяч голов. А крестьянское хозяйство Орлан построит площадку на 3 тысячи голов. Помощь от государства есть. По программе Холдау получат субсидии. Корма заготовлена предостаточно. К зиме сельхозники района полностью подготовились. Многие хозяйства района экспортоориентированные. В прошлом году только из одного сарканского района отправлено в Кыргызстан 200 тонн мяса. Ну а сейчас заготовленное мясо доставляется на рынки Алматы и Нурсултан. В целом, с начала года в отрасли животноводства района произведено продукции на сумму более 16 миллиардов тенге. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Более 600 километров дорог отремонтируется в Алматинской области до конца года в рамках программы «Дорожная карта занятости». На эти цели из бюджета выделено 19,5 миллиона тенге. Средства помогут реализовать 357 проектов во всех районах и городах края. О том, как реализуется госпрограмма в ЖТСУ, расскажет Алексей Цой. На данный момент в Алматинской области уже завершена большая часть ремонтных работ. 207 объектов уже полностью готовы. Большая ремонтная кампания развернулась из Кельдинском районе. Здесь в 11 населенных пунктах отремонтировали 12 километров дорожного полотна, а это 19 улиц. Еще столько же запланировано на следующий год. А это значит, что в области появятся новые рабочие места. По дорожной карте занятости на работы по ремонту улиц выделено 552 миллиона 300 тысяч тенге. Охвачены села Караблаг, Сырымбет, Алдабергенов, Абай и другие. Запланировано создание порядка 80 временных рабочих мест. Этот план выполнен на 100%. Дорожная карта занятости – это хорошая альтернатива для тех, кто ищет временную работу. Однако в практике центра занятости есть немало случаев, когда разнорабочим, принятым на время, но зарекомендовавшим себя, предлагали постоянный вариант. В целом по Алматинской области запланировано создание более 4 тысяч рабочих мест, в том числе через центры занятости более 2 тысяч человек. На сегодняшний день план выполнен на 95%. Создано 3337 рабочих мест, в том числе через центры занятости – это 1947 человек. На данный, на сегодняшний день освоено 15 миллиардов 800 миллионов тенге. Охвачены все районы и три города нашей области. Дорожная карта занятость. В целом по всей области работы ведутся согласно графику. Все оставшиеся проекты будут завершены до конца текущего года. Алексей Цоя, Мадиб Айбусынов, Януржан Муканов, Телеканал ЖТСУ. Преемственность поколений. Еще одну известную личность увековечили в Алматинской области. В этот раз мемориальную доску установили на стенах дома, где жил государственный и общественный деятель Василий Осипов. В ходе торжественного открытия его соратники и родственники поделились воспоминаниями из жизни выдающегося человека. Василий Осипов, уроженец Копальского района Алматинской области. Трудовую деятельность начал преподавателем математики и физики в родной школе. С 1995 по 1999 годы депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан. На рубеже третьего тысячелетия работал заместителем руководителя аппарата Мажелиса парламента РК. За свою долгую и плодотворную деятельность удостоился огромного количества наград и регалий. Он обладатель медалей «Ветеран труда» и «Ордена Парасад». Стоит отметить, что установка памятной доски осуществляется в рамках празднования 75-летия Великой Победы при поддержке главы города. Это 27-я доска, открытая в Толкаргане. Василий Осипов был человеком слова и дела. Он пример для нас и подрастающего поколения. Он долгие годы трудился на госслужбе, внес огромный вклад в развитие и процветание не только области, но и всей страны. Наша святая обязанность – помнить и чтить таких культовых лиц. Живи и помни. В Толкаргане прошла презентация книги под названием «Хартарм Асалхазна». Новый источник – это еще один памятник о наших земляках, о тех, кто исполнил свой гражданский долг, кто приближал победу. Книга поведает о ветеранах труда Алматинской области, познакомит с их биографией, а также с историей участников Великой Отечественной войны. Автор произведения – журналист, писатель Айден Калимхан. Тираж книги составил 500 экземпляров. В почетном мероприятии приняли участие Аким города Талгурган, Галмжан Абдраимов и председатели Совета ветеранов. В ходе торжественного события им были вручены грамоты и благодарственные письма за поддержку и участие при создании книги. Совет ветеранов уверяет, что это только начало. Ожидается продолжение книги. И я надеюсь, это воплотится в реальность. Хочу выразить благодарность руководству города и Совету ветеранов за особую поддержку. Наше старое поколение – это история, а мы должны вносить ее на страницы таких книг. В Актау разразился скандал вокруг тендера. Этим летом Горакимат провел конкурс по благоустройству одного из микрорайонов. После того, как подрядчик занялся прокладкой внутренних дорог, начались судебные разбирательства. Проигравшая фирма не согласилась с результатом конкурса и настаивает на том, что он прошел незаконно. Компания, победившая в конкурсе, была незаконно допущена к нему, настаивает руководитель конкурентной строительной фирмы. Не согласившись с решением экономического суда, представители Акимата направили апелляцию. Но в областном суде оставили решение первой инстанции, по которому договор между подрядчиком и отделом ЖКХ признан недействительным. Тем временем ремонт дорог внутри микрорайона практически завершен. Сумма в 583 миллиона тенге почти выплачена. Как бы то ни было, в середине декабря заказчики намерены принимать выполненные работы. Самолет авиакомпании «СКАД» столкнулся со стаей птиц. При выполнении рейса от «Рау-Нур-Султан» в процессе набора высоты на самолет со 115 пассажирами на борту налетела стая крупных птиц, предположительно гуси или утки. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКАД». Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно. Благодаря высокому профессионализму командира и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. «СКАД» планирует представить пилота к награждению медалью, говорится в сообщении. Прошлое в красках. Один из самых больших муралов появился в Алматы. Местные художники изобразили город 70-80-х годов на заборе бывшего автопарка. Рисунок сразу привлек внимание горожан, особенно старшего поколения. Мурал напомнил им лучшие годы молодости, а для нынешней молодежи он стал наглядным пособием по истории Алматы. Еще пару недель назад этот бетонный забор не привлекал внимания прохожих, а теперь перед ним останавливается каждый, чтобы сделать фото на память. В руках молодых художников серая стена заиграла яркими красками. Они изобразили символы старой Алматы. Крит во власти стихии. Ливни привели к мощному наводнению. Дороги размыты, сотни домов сотоплены. Многим пришлось спасаться на крышах своих шилищ. Наибольший ущерб непогода нанесла Ираклиону. Спасатели эвакуируют людей и откачивают воду из зданий. Людям, проживающим в низинах, рекомендовано перебраться в более высокие районы. По данным метеорологов, осадки не прекратятся до четверга. В Женеве на аукционе выставлен розовый алмаз из России. Этот алмаз был добыт три года назад российской алросой. Тогда знатоки драгоценных камней поняли, что имеют дело с уникальной находкой. До этого самый крупный розовый алмаз имел массу около 4 карат. Этот, названный в честь балета Михаила Фокина «Видение розы», имел массу в почти 27 карат. После огранки камень похудел вдвое. Эстимент «Видение розы» колеблется между 23 и 38 миллионами долларов. Это примерно полтора миллиона за каждый карат. Пражский зоопарк собирает средства на закупку корма для содержащихся здесь животных. В обмен на документ, подтверждающий банковский трансфер, администрация предлагает фотографии получающих пищу обитателей. На финансовое положение пражского зоопарка повлияла пандемия коронавируса. Потери в этом году, по словам директора «Зверинца», составят порядка 4 миллионов в перерасчете на евро. Часть потерь может быть покрыта за счет резервов, часть – за счет сбора средств. Ситуация тяжелая, но животных так или иначе надо кормить. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.